Друзья, всем привет! Вы на канале Китайфак и сегодня на обзоре у нас будет ротационный лазерный нивелир от компании Firecore. Приходит вот в таком чемодане, достаточно большой чемодан, сделан неплохо, металлические защелки, сделан из толстого пластика. Так, давайте откроем и посмотрим поближе. В комплекте значит сам нивелир, зарядное устройство и оно также является адаптером для работы от сети, лазерные очки, магнитная мишень, пульт дистанционного управления и лазерный приемник с креплением на рейку. Но сейчас давайте достанем и посмотрим все поближе. Итак, друзья, вот такой комплект. Вообще надо сказать, что ротационные нивелиры в основном применяются на улице, так как рабочая дистанция у них гораздо больше, чем у обычных лазерных построителей плоскостей. То есть данный нивелир работает до 500 метров в диаметре, то есть в одну сторону 250 метров вы свободно можете разметить, ну а если взять диаметр, то это целые пол километра, согласитесь, расстояние довольно большое. Есть конечно такие же ротационники, которые размечают еще большее расстояние до полутора километра, но в принципе это уже используют в основном железнодорожники и автодорожники. Стоят ротационные нивелиры обычно дороже, чем обычные построители плоскостей. К примеру эта модель стоит в районе 18 тысяч, но на самом деле это очень низкая цена, если сравнить допустим с каким-нибудь аналогом, который продается у нас в России, к примеру можно взять похожий нивелир у РГК LS600 по-моему называется, точно не помню, он стоит в районе 46 тысяч. Все отличие у него только в дальности, тот работает на 300 метрах, то есть на 50 метров рабочее расстояние длиннее. Есть у Ады, Ада Ротари 400 до 400 метров, то есть 200 метров в одну сторону, стоит он в районе 30 тысяч. То есть на сегодняшний день это модель ротационного нивелира, кстати он называется Firecore FRL 500 HR, самое доступное решение. Причем, друзья, надо сказать, что это полностью автоматический ротационный нивелир, то есть у него и горизонт и вертикаль автоматически устанавливаются в нужный уровень. Если кто не знает, раньше были такие ротационники только с пузырьками, то есть по одной плоскости и по другой плоскости, вы вручную устанавливаете винтами пузырьки, включаете, голова начинает крутиться и по периметру гоняет точку на 360 градусов. Ну вот такие ротационники уже давно не применяются, там очень сильно сказывается человеческий фактор, ну и пузырьки сами по себе не очень точные. Потом есть такие же полуавтоматические, то есть горизонт устанавливается автоматически, а вертикаль устанавливается по пузырьку. Есть полностью автоматический вот как этот и вертикальный горизонт устанавливается автоматически благодаря встроенным инклиметрам и есть просто горизонтальные, которые работают только в горизонтальной плоскости, но у них как правило очень высокая точность в районе 0,05 миллиметра на 1 метр. У данного нивелира погрешность 0,08 на 1 метр. Ну есть такая небольшая инструкция у него, правда на английском языке, можем только увидеть. Погрешность плюс-минус 2,4 миллиметра на 30 метров, ну то есть это и есть 0,08 миллиметра на 1 метр. По вертикали погрешность плюс-минус 3 миллиметра на 30 метров. Рабочая дистанция 40 метров, но это имеется ввиду если работать одной точкой, то есть 40 метров прострелить одной точкой в принципе вполне реально. Несколько скоростей вращения 0, это когда точка работает 60 оборотов в минуту, 120-300-600 оборотов в минуту, диапазон компенсатора у него плюс-минус 5 градусов либо 8 процентов, кстати этот наклон можно задавать с пульта, длина волны, рабочая температура, какое гнездо используется, защита IP55, погрешность лазерного ответа и максимальная влажность 90 процентов. Ну в принципе, друзья, все подробные характеристики можете внимательно посмотреть на сайте Laser Level, перейдя по ссылке в правом верхнем углу. Так, ну давайте рассмотрим комплект чуть поближе и рассмотрим подробно уже сам нивелир, разберем каждую его кнопку и пройдемся по функциям, какие у него есть функции. Стандартно в комплекте идут такие красные лазерные очки, зарядное устройство, вот с такими характеристиками, кому интересно можете посмотреть, оно также является адаптером для работы от сети. Стандартная красная лазерная мишень магнитная, да друзья, с ротационниками всегда как правило идут пульты управления, он практически полностью дублирует клавиатуру на приборе, но здесь отсутствуют две кнопки, которые есть только на приборе. Питается пульт от двух низинчиковых батареек, сделан качественно, из качественного пластика, то есть все отлично сделано. Также неотъемлемым атрибутом у каждого ротационника, это конечно же в комплекте идет приемник, в данном случае приемник идет с двумя жидкокристаллическими дисплеями спереди, это приемный элемент, три кнопки и сзади также жидкокристаллический дисплей, он полностью дублирует лицевой дисплей. Здесь достаточно все просто, включить приемник, на приемнике отображается заряд батарей, звук включен либо выключен, вот если я отключаю звук, то пропадают такие иконки и в верхнем углу появляется значок точности, у этого приемника две точности, то есть вот этот значок обозначает, если так можно сказать, уменьшенную точность, это 2,5 миллиметра, нажимаете, в этом режиме приемник улавливает луч с точностью 1 миллиметр и то же самое соответственно дублируются с задней стороны, чуть попозже мы посмотрим как он работает, то есть когда вы ловите луч, он показывает вам стрелками ниже, выше либо середина. Да, друзья, хочу отметить, здесь очень удобное на самом деле крепление на рейку, большой удобный барашек, здесь есть пузырьковый уровень также для удобства, да и еще очень удобный момент, именно съемка показателей с рейки, то есть вот вам если видно это риска, допустим если вы просто работаете без рейки, то по этой риске вы отмечаете на стене точку, а когда у вас приемник установлен допустим на рейку, то снимать показания очень будет легко, потому что вот эти два острия указывают именно на значение, которое находится на рейке, они находятся в одной плоскости с этой риской, соответственно с центром линий, очень удобное исполнение крепления, да еще приемник имеет автоотключение, если в течение 10 минут с ним не производится никаких работ. Так, друзья, и сам прибор, сделан он как всегда великолепно, то есть качество очень высокое, отличный ABS пластик толстый и обтянут по граням такой мягкой резиной черной, здесь значит панель управления, сейчас чуть попозже мы ее полностью разберем, сверху есть разметка осей, ось X и ось Y, по этим осям можно задавать наклон до 5 градусов, либо до 8 процентов с пульта дистанционного управления, но также есть ручной режим, при котором вы можете устанавливать в принципе любой угол, сверху как видите есть точка отвеса вверх у него и есть точка отвеса вниз, стекла очень толстые и большие с напылением, вращающаяся голова внутри выглядит таким образом, то есть сделано друзья все на самом деле на очень высоком уровне, за 18 тысяч это реально профессиональный прибор, полностью автоматический ротационный нивелир для работы на открытых строительных площадках, здесь значит располагается гнездо для работы от сети, это именно для работы от сети, потому что аккумуляторы заряжаются вот здесь снизу, да друзья батарейный отсек открывается таким образом, вот эта крестообразная гайка откручивается и достается вот такой блок с четырьмя аккумуляторами, они подключены последовательно, это никель металлогидридные аккумуляторы на 4000 миллиампер часов 1-2 вольт, в принципе металлогидридные аккумуляторы не такие плохие, они очень хорошо работают при отрицательных температурах, при необходимости когда они отработают свой срок службы их можно тут в принципе очень просто заменить, сам батарейный отсек выглядит вот таким образом, то есть тут латунная втулка имеет две резьбы внутреннюю и наружную, при горизонтальной установке все понятно, нивелир устанавливается на свое основание, при вертикальной установке нивелир устанавливается вот таким образом и именно на эту сторону, здесь имеется три таких произвольных ножки, то есть одна в виде металлического конуса и две вот такие резиновые пяточки, то есть таким образом устанавливаете прибор, включаете, начинает мигать точка, сервоприводы устанавливают по встроенным датчикам уклона, нивелир точно с погрешностью 3 миллиметра на 30 метров вертикальную плоскость и голова начинает крутиться, то есть таким образом происходит разметка по кругу 360 градусов, но как правило в небольших помещениях в квартирах ротационными нивелирами пользоваться не очень удобно, потому что линия у них вот как видите она создает впечатление такой мерцающей плоскости, на больших расстояниях, в ангарах, на улице, при солнце, то есть ему равных на самом деле нет, кто занимается фундаментами большими и различными в принципе работами на открытом воздухе, то конечно ротационник отличный вариант, так друзья ну давайте перейдем к клавиатуре и разберем каждую клавишу, так друзья ну давайте начнем с тех кнопок, которых нет на пульте дистанционного управления, то есть нет кнопки включения, включить прибор можно только рядом с прибором и второй кнопки нет, это функция анти-шок, то есть ее суть такая, допустим вы включили нивелир, сервоприводы у вас выровнялись, все сейчас нивелир работает и если я немножко потрясу допустим штатив, либо сам прибор, то настройки его собьются, он остановится, снова будет настраиваться и снова продолжить свою работу, так вот именно функция анти-шок не позволяет прибору после толчка восстанавливать свою работу, то есть вот допустим я ее сейчас выберу и теперь если возникнет какая-то вибрация на стройплощадке, либо кто-то толкнет штатив допустим, прибор остановится и устанавливаться в уровень заново он не будет, то есть нужно обязательно подойти к прибору, выяснить что за ситуация с ним случилось, возможно он упал, возможно его кто-то толкнул, он упал, его поставили обратно, просто когда вы находитесь допустим метров за 200 от прибора за 150, то вам даже особо и не видно что там происходит рядом с прибором, вот и только после того как вы подойдете к прибору, отключите эту функцию, то нивелир снова заработает, так друзья едем дальше, все остальные кнопки будут дублироваться на пульте ду, эта клавиша с таким уровнем позволяет работать при любом наклоне, то есть вы ее выбираете и уровень у вас будет уже работать под любым произвольным наклоном, здесь нужно установить что-то под наклоном на большом расстоянии, либо задать наклон каким-то коммуникациям, далее эта кнопка с двумя зайчиками нарисованными дублируются на пульте, это изменение скорости вращения, как вы включаете нивелир он вращается со скоростью 600 оборотов в минуту, то есть вот сейчас я выберу просто точку и вот этими двумя клавишами также которые есть на пульте можно поворачивать эту точку вокруг своей оси, то есть вот сейчас я ее повернул, сейчас с левой стороны вот она появилась как вы видите, вот можно таким образом ее перемещать влево либо вправо, следующее нажатие вот этой клавиши будет меняться скорость оборотов, сейчас 60 оборотов в минуту, следующее нажатие 120 оборотов в минуту, следующее нажатие 300 оборотов и еще одно нажатие это самое максимальное 600 оборотов в минуту, так с этими клавишами разобрались, то есть это мы двигаем лево-право, это меняется скорость, следующая клавиша это у нас работа отрезками, то есть голова будет вертеться не вокруг 360 градусов, а под определенным углом 10, 45, 90 и 180, то есть такие как бы сектора, а на стене в этот момент будет образовываться проекция в виде линии, то есть если мы выбираем отрезки, то сначала у нас горит просто точка, вот на двери как можете видеть, следующее нажатие вот у нас будет гореть такой отрезочек, следующее нажатие 45 градусов, ну представьте если это большая дистанция, то в принципе сектор 45 градусов на 200 метрах это достаточно большой такой сектор сканируемый, эта же клавиша еще кстати называется функцией сканирования, следующее нажатие это будет под 90 градусов и следующее под 180 градусов, да кстати друзья забыл сказать, что еще вот в режиме отрезка, в режиме сканирования вы можете этот участок, этот сектор, этот отрезок также передвигать по кругу, этими же кнопками, которыми мы передвигали точку, как я вам показывал вправо-лево, так и у нас осталось еще четыре клавиши, это четыре стрелки, они задают наклон по осям x и y, то есть это две клавиши задают наклон до 5 градусов либо 8 процентов по оси x, эти две клавиши задают наклон по оси y, также до 5 градусов либо до 8 процентов, да друзья, но предварительно чтобы воспользоваться этой функцией нужно с пульта либо опять же на приборе включить функцию отключения автовыравнивания, то есть вы сначала включаете эту функцию и потом зажимаете стрелку и то есть вот как вы видите голова начинает заваливаться в бок, это сейчас я делаю наклон по оси x, то есть сейчас наклон головы достиг максимального своего значения, вот это будет 5 градусов либо 8 процентов, также я могу сделать наклон в другую сторону, если вам нужно вернуться обратно в исходное положение, чтобы уровень сам устанавливался, то отключаем режим автоотключения выравнивания и сейчас он автоматически остановится, точка начинает мигать, инклиметры с сервоприводами сейчас выставят голову в исходное положение и он снова начнет работать и то же самое делаем по оси y, также включаем отключение автовыравнивания и задаем уже наклон по оси y, то есть сейчас у нас голова как бы идет туда вперед, давайте я поверну, чтобы было удобнее смотреть, ну то есть вот задаете наклон по оси y, на самом деле это очень удобная и важная функция для прокладки каких-то коммуникаций, для задания определенного профиля, допустим дорожного полотна или еще чему-либо, так друзья вот в принципе с клавишами со всеми разобрались, их тут один из штук, но в принципе все достаточно просто и понятно, так и давайте теперь посмотрим как он работает с приемником, так друзья работа с приемником происходит таким образом, то есть вот вы луча не видите, но приемник вводите по рейке либо рукой, он обнаруживает луч и показывает вам стрелками, выше, ниже середина, давайте сейчас звук отключу, чтобы так не оглушало, то есть вы ведете, вам показывают, опустите приемник еще ниже, вот была середина, сейчас показывает поднимите приемник выше и вот середина, то есть вот мы точно обнаружили луч, когда три полоски возникает, то это обозначает, что приемник работает в режиме увеличенной погрешности, если мы погрешность сменим на меньшую, также будет показывать ниже выше и по центру, когда будет луч ловиться, то будет показываться всего лишь одна полоска, то есть это говорит о том, что приемник работает в режиме повышенной точности, то есть на самом деле все интерактивно все понятно разберется любой человек и допустим на участке смотреть превышение либо при установке забора что такое любые работы этот контроль может выполнить один человек без напарника как допустим с оптическим нивелиром то есть там нужно как минимум два человека один смотрит нивелир и один ходит с рейкой здесь можно сделать все это одному в общем друзья отличный серьезный прибор для больших объектов по настройке здесь стоит электронный компенсатор поэтому прибор настраивается на заводе на специальном стенде и если вам потребуется настройка то придется отдавать прибор сервисный центр самим настроить не получится в принципе в россии есть такие же абсолютно приборы только других цветов с такой же клавиатурой у этих компаний есть сервисные центры они конечно свои приборы ремонтируют и настраивают если вы принесете им такой прибор то в принципе можно договориться о настройке по проверке точности здесь довольно все просто но опять же понадобится большое расстояние требуется 50 метров то есть вы просто устанавливаете прибор на штативе допустим по оси x сначала с этой стороны у вас сюда луч идет отбиваете точку поворачиваете нивелир на 180 градусов и отбиваете также по оси x вторую точку у вас должно быть расхождение в допустимых нормах и также делайте с осью y то есть отмечаете одну точку поворачиваете прибор на 180 градусов и по оси y также отмечаете вторую точку расхождение между точками не должно превышать заявленных характеристик в общем друзья кто в основном работает на открытом воздухе у кого большие объекты кто знаком уже с ротационными нивелирами знаком с их спецификой работы то обязательно рассматривайте этот ротационник отличный вариант друзья на этом все если видео было полезным обязательно ставьте палец вверх не забывайте подписываться на канал всем добра пока пока а